К нам подключается Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Расим Муэм, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Телли. Вот если говорить в целом о ситуации в регионе, вот как вы все-таки думаете, какое значение имеет вот эта совместная деятельность трех стран в военной сфере? Телли, во-первых, я хочу сказать, что это не первая такая встреча. Они проводятся на регулярной основе. Последняя состоялась в Турции. Я думаю, что следующая, ну, по принципу, ротация, скорее всего, пройдет в Грузии. У нас имеется трехстороннее соглашение в области безопасности. Это Турция, Грузия, Азербайджан для обеспечения безопасности коммуникации. В первую очередь, конечно, это нефтепроводы, газопроводы, ну и построенные сейчас Баку, Тбилиси, Карс. То есть все коммуникации предстоит еще и, ну, известно, что будет кабель проложен, и его надо будет безопасность обеспечивать. Так что коммуникации, ну, понятно, невозможно локально обеспечить безопасность коммуникации, а вся остальная территория, значит, ну, скажем так, не коммуницируется военными. Нет, поэтому это очень важные соглашения, плюс между Азербайджаном и Турцией есть союзнический договор, и наши военные, ну, в общем, настолько тесно взаимодействуют, что скоро мы можем будет говорить о том, что одна нация, одна армия и два государства. Вот до такого уровня Турция является вторым государством по объему военной помощи после Соединенных Штатов Америки, который оказывается Грузии. Так что если мы все вот это вместе рассмотрим, понятно, что подобного рода встреча, она не для того, чтобы начать какое-то сотрудничество, а для того, чтобы это сотрудничество на предстоящий период конкретизировать, что будут делать стороны, какие будут программы продвигать, я думаю, что это очень важный элемент региональной безопасности. Так, я думаю, его и надо воспринимать. Ну и плюс по ходу, значит, вот этого трехсторонней встречи Азербайджан и Грузия подписали протокол военного сотрудничества на предстоящий год. Ну вот Турция, являясь частью НАТО, является, да, частью НАТО, Азербайджан не входит в военные блоки. Но вот как все-таки сотрудничество с Турцией влияет на военную мощь страны, вот как влияет на безопасность в регионе, учитывая, опять же, все вот последние действия, стремление Запада по милитаризации Армении? Ну, Телли, мы знаем, например, такие государства-члены НАТО, как, допустим, Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия. И я хочу сказать, что уровень, допустим, плотного взаимодействия с НАТО именно как военных инструментов у Азербайджана с Турцией многократно выше. Мы в год, наверное, проводим вместе два десятка военных учений. Они касаются и воздушного, и ПВО, и сил специального назначения, и полевых частей, и артиллеристов. То есть, в общем, тот уровень сотрудничества, который у Азербайджана, да, это даже не сотрудничество, я еще раз говорю, мы приближаемся уже, когда наши армии не нужно будет воспринимать отдельно, а воспринимать вместе, потому что там единая система организации, командование, очень многие вооружения, скажем так, совместимые. То есть, тут очень много разведка, управления воздушным сообщением, противовоздушный оборот. Настолько тесная, что, я еще раз повторяю, не очень многие даже члены альянса между собой от такого уровня взаимодополнения, взаимодействия достигнут. Это очень важно, я еще раз повторяю, как для безопасности региональной, так и для безопасности самого Азербайджана. Но я бы не хотел, чтобы складывалось впечатление о том, что взаимодействие носит только вот такой милитаристский характер. Я хочу сказать, что регулярно встречаются министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии. Ну, первые лица, само собой, встречаются, просто все это видят, они бывают всегда, ну, как бы, на виду. Но встречаются министры иностранных дел, встречаются руководители служб МЧС на регулярной основе, министры транспорта, таможня, энергетики. То есть, взаимодействие настолько плотное между тремя нашими государствами, что, понятно, нужно говорить уже о трехстороннем сотрудничестве, причем по многим и очень важным сферам. Ну, для, например, сравнения. Три плюс три – это всего-навсего диалоговая форма. То есть, собираются министры иностранных дел, ну, о том о всем поговорили и разошлись еще на два года. Обычно, ну, последние, во всяком случае, первая встреча, между первой и второй встречей прошло два года. А на уровне трехстороннего сотрудничества Турция, Грузия, Азербайджан плотность взаимодействия на порядок, а то, может быть, на два порядка выше. И это очень важно. От этого выигрывает. Ну, во-первых, реализуются важные, большие региональные проекты, обеспечивается их бесперебойное функционирование, ну и одновременно безопасность, потому что без безопасности ни один проект, ну, скажем так, стабильно работать не может. Вот говоря о таком вот плотном взаимодействии, как вы подчеркнули, а вот как отреагируют все-таки некоторые соседние страны на военное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией, как вы думаете? Мы смогли сделать так, что уже на это никто не реагирует. Это как факт принят. Посмотрите там, ну, пресс-секретарь, президент России за, ну, не очень, может быть, масштабными какими-то появлениями военного сотрудничества Франции и Армении реагируют, значит, ну, достаточно резко. И, в общем, говорят о том, о проникновении Запада, скажем, Южный Кавказ, Центральную Азию, вытеснение отсюда России. В отношении Азербайджана-Турецкого и, скажем, нашего трехстороннего сотрудничества никто не то что, никаких протестов не урожает. Вообще, никакой негативного отношения нет. По той простой причине, что это уже утвердившаяся платформа. Ей уже не первый год. Я думаю, что, наверное, уже с момента строительства Баку-Тбилиси-Джихан и Южного Газового Коридора, это трехстороннее военное сотрудничество себя конституировало. И оно, в общем, принято. И я не думаю, что кто-то по этому поводу может серьезно возражать. И там есть и инфраструктура создана. Я напомню, что одним из первых, скажем, действий Турция модернизировала военный аэропорт Мар-Ли-Уль на территории Грузии, ну, пограничные с Азербайджаном. И, в общем, это был, может быть, первый такой важный НАТОвский объект. Ну, он турецкий, конечно, но Турция член НАТО на территории Грузии. Спасибо. Спасибо большое за Ваши комментарии. Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана, к нам подключался. Спасибо. 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 Спасибо.